Привет, друзья! Продолжаю вам показывать наш ремонт студии по ВАСТу. Живое пространство будет. Итак, смотрите, в прошлом видео я рассказывала, что вот здесь мне в неправильный великусок стены. Сейчас его убрали и зашпаклевали уже. То есть, видите, где спальное место, там нет никаких лишних стен. Сейчас я вам поподробнее покажу. Значит, вот такие идут у нас основания. Для спального места. Дальше у нас здесь, вот здесь ниша. Здесь будет электрощиток и что-то будет храниться, типа там пылесос или что-то еще такое неформатное, что не должно быть видно из основного пространства. Здесь ляжет, значит, перекрытие вот этого. Это будет у нас из фанеры. Снизу будет обшито, наверное, гипсокартоном, а сверху на фанеру, скорее всего, сразу ляжет. Мы еще не решили, но, скорее всего, линолеум ляжет. Вот так дальше. Сейчас я вам все покажу. Покажу вам, как возвели санузел. Значит, вот уже появилась ступенька у санузла. Вот так вот дверь. Вот тут уже начали выводить вентиляцию. Она идет вот там по потолку, она туда влезла, слава богу. Потом все рассчитал. Значит, вот она идет, вот здесь вентиляция. И там, с другой стороны, вон маркером отмечены места, где эти две вентиляции пройдут. Он сначала вывел высоко, а потом оказалось, что там на улице козырек улицы, он ниже на 10 сантиметров, чем внутри. Ему пришлось все эти точки опускать и пересчитывать. Вот. Значит, это будет у нас две вентиляции, потому что одна напрямую пойдет от туалета, вентиляция туалета. А вот здесь, у выступа, вот здесь, будет кухня, вон на потолке нарисована. И отсюда пойдет вторая вентиляция. Я решила их не объединять, чтобы избежать, не дай бог, в кухне вылезут какие-то запахи туалета, или будет просто проветриваться не очень хорошо. Поэтому я попросила сделать две отдельных, независимых. Поэтому у нас будут два вентиляционных канала. Будут идти рядом, будут выходить вот там. Так, теперь пойдемте, сходим в туалет. Значит, смотрите, вот тут между дверью, сверху и потолком, потолок насколько-то опустится, здесь будет еще окошко. Вообще, в этой зоне окна нежелательны, но в то же время я очень боюсь за влажность. В санузле, так как это квартира под аренду, и если приедут несколько жильцов, летом в Геленджике жарко, и будут принимать душ активно. Один принял душ, второй принял душ. Забыли вентиляцию включить, и там будет постоянно грибок, влажность и всякая бяка. Чтобы этого не было, я хочу вставить туда маленькое окошко, оставить его на режиме проветривания, приоткрытую формулу наверх. То есть оно будет горизонтальное окошко, примерно 50 на 70, ширина двери у нас 70, проема дверь на 60. Буду смотреть размер окна по тому, насколько мы опустим потолок, чтобы скрыть вот эти все коммуникации. И из оставшегося пространства я найду середину и шлепну туда окошко, чтобы оно всегда было открыто на проветривание. А если жильцам будет так некомфортно, им нужна будет тишина в санузле, полная изоляция, то они его спокойно закрывают и пользуются вытяжкой, которую я вам только что показала. Но я считаю, что очень важно сюда донести, довести проветривание, все виды разновидностей проветривания, чтобы не было проблем. Потому что в климате Геленджика это очень важное явление, потому что люди в шару принимают душ по три раза в день. Если живет 2-3 человека, то представляете, сколько влажности на санузел оседает. И плюс это же съемное пространство, то есть люди могут не изморачиваться тем, чтобы включить вентилятор. Кстати, вентилятор у нас будет с таймером. То есть, выходя из туалета, из душа, включаешь вентилятор на 15 минут. Таймер стоит. И через 15 минут он сам себя выключит. То есть, в принципе, 15 минут достаточно, чтобы выгнать основную влагу или выгнать запахи. Но при этом он сам себя выключит. Он не будет работать 2-3 часа, пока вы там не придете в следующий раз и не услышите, что он у вас работает. То есть, я вот такую вот штуку решила сделать. Значит, так, санузел. Вот тут у нас есть ступенька. Ее такой не будет. Поднимется стяжка здесь снаружи на 10 см, а внутри санузла на 20 см. Потому что мы санузел поднимаем по ласту. Это юго-западный, западный сектор. Чтобы их скорректировать, лучше всего корректируется все поднятием уровня пола в зонах оттока. Главное, не перепутать. Поэтому, если будете где-то пол поднимать, обязательно посоветуйтесь, чтобы правильно была построена васта-карта, чтобы не получил, что вы в притоке подняли. Потому что это будет тогда анти-васту. Нужно именно в отточных секторах. Вот, поэтому мы поднимаем здесь на 10 см относительно обычного пола. То есть, в санузле на 20 получается, а здесь на 10. И от ступеньки останется порядка 4-5 см, когда присутствуется все это плиткой. Ну, сантиметра до 4-5. Итак, заходим. Я тут вам, в принципе, уже показывал. Ну, еще раз покажу. Значит, первая ниша идет у нас типа шкафчик. Здесь будут всякие тазики и прочие пара полочек. Нет, для каких-нибудь там порошков и что-то такого. Следующая ниша у нас идет стиральная машина. Здесь будет, здесь вот такой у нас низкий потолок. Он ниже, чем основной потолок. А дальше вот здесь над раковиной, уже вот здесь будет раковина. Здесь над раковиной уже идет общая высота, большая. Вот. То есть, здесь стоит стиральная машинка. На дне я хочу вывести две полки из плитки. Не знаю, сколько они насчитают. Если будет дорого, то буду выводить из чего-то другого. Значит, здесь будет просто раковина. Здесь низкая стеночка. Это уже пошла душевая кабина. Вот эта душевая кабина. У нее одна стенка высокая до конца, а другая низкая рядом с раковиной. Вот. Вот здесь, где высокая стенка, здесь зашьется. Будет шкафчик такой технический. Внизу будет инсталляция, сверху будет шкаф. Мы сюда поставим, повесим водонагревательный бак. И второй бак водонакопитель воды. Так как иногда геленджики отключают воду и сейчас говорят, что здесь в комплексе все лето вода была без перебоев. Но комплекс, он да, он имеет водонакопительные емкости, сам комплекс. И при отключении воды в городе он будет раздавать из этих накопительных емкостей. Но комплекс сейчас не заселен даже наполовину. То есть, когда он заселится полностью, и в сезон где-то в геленджике будет забоить с водой здесь проблемы. Вот, пока полностью не поменяют все, вот это водоснабжение новое не сделают. Это может пройти 2 года, 3, 5, 10 даже лет, может сколько угодно пройти. Пока это не сделают, перебои будут. И когда комплекс полностью заселится, я не хочу, чтобы наши жильцы остались без воды. То есть, чтобы у них был все равно бак, хотя бы там литров на 100, чтобы они могли спокойно помыть, использовать с туалетом, помыть посуду. У меня сейчас, конечно, горят свечи, я провожу какие-то ритуалы параллельно, пока вам снимаю видео. Потому что рабочие работали неделю, я не могла пройти ничего сделать, потому что у них везде лежали вещи. Значит, пойдемте, тут вам что-то расскажу. Вот, вот здесь у нас еще, у нас по коммуникациям полный набор, полный комплект. Вот здесь у нас выходит канализация. Эта канализация полностью не уйдет в стяжку, от нее спирается только 10 сантиметров, тут сантиметров 14-16, я точно не помню, в самом высоком месте, он 16. То есть, когда 10 сантиметров зальется стяжкой, оставшиеся сколько-то там до 5 сантиметров, они, мы поднимем эту ступенькой, облицом плиткой будет ступенька. Здесь будет стоять диван. Вот, что еще. Вот в этот выступ у меня убрется кухня, я вам уже показывала, там на потолке, видите, вытяжка, отметка для вытяжки. То есть, здесь будет кухня. В принципе, наверное, больше нечего мне вам рассказать, могу только рассказать еще раз про ритуалы, которые я сейчас провожу, чтобы вообще ремонт, ремонт, это очень такое дело по энергиям нехорошее. И после любого ремонта нужно делать очень много разных ритуалов, чтобы энергию перевести на живое, из ремонта в живое, потому что ремонт, это по сути разрушение. И чтобы вам потом комфортно после ремонта жилось, почему говорят, что нужно обязательно убираться, нужно все помыть, даже плитку там до потолка, везде все надо помыть, чтобы смыть эту хаотичную энергию ремонта и наполнить ее своими энергиями жизнью. И вот поэтому, когда люди заселяются после ремонта, они наполняют пространство своими энергиями. И когда идет ремонт, также у нас есть инструменты, чтобы эту энергию содержать в более-менее таком русле, чтобы было помягче, чтобы не было никаких несчастных случаев на объекте. Чтобы ремонт шел гладко, чтобы не было задержек никаких, чтобы не было ошибок, чтобы все шло гладко, плавно, хорошо, не было дополнительных вложений денег неоправданных, не было каких-то косяков, не было проблем от соседей. И чтобы мы не доставляли соседям дискомфорта, чтобы все шло в таком согласии, как в хороших энергиях, то поэтому, когда появляется возможность во время ремонта, я всегда прихожу и провожу какие-то свои ритуалы на гармонизацию энергии. Вот, поэтому сегодня пришла, сегодня воскресенье, моего прораба нет, никого нет, слава богу, потому что завтра я уже пойду с ним разговаривать, и я здесь уже не буду ничего проводить, чтобы его не шокировать. Но пока его нет, мне можно. Ну, наверное, на этом все. Пишите, что вы думаете, вот оставляйте комментарии, буду вас держать в курсе.